МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Детские страхи. Стоит ли опасаться повышения платы за дошкольные учреждения? Ценные сведения. Что подорожало и, наоборот, подешевело в республике за неделю? Высокие достижения. В Чебоксарах подвели итоги международных соревнований по парашютному спорту. Родители маленьких жителей республики обеспокоены слухами о повышении платы за детские сады. Дело в том, что новый федеральный закон о образовании с 2013 года дает право регионам самостоятельно определять уровень оплаты. Ранее он составлял не более 20% от стоимости годового содержания ребенка в дошкольном учреждении. Какую сумму будут платить родители в республике, а главное, из каких компонентов будет складываться плата, объяснил на заседании правительства министр образования Чувашия Владимир Иванов. Новый закон не разрешает включать в родительскую плату расходы на содержание здания дошкольного учреждения. Поэтому повышение тарифов на ЖКХ в будущем никак не должно влиять на сумму, которую родители отдают за пребывание ребенка в детсаду. И стоимости всего содержания вычтут также заработную плату педагогов. Так что родители будут платить только за питание, присмотр и уход своего чада. Мы сейчас собрали специальную экспертную группу из числа заведующих детскими садами, из числа специалистов, которые давно работают в детских дошкольных учреждениях, общественности. И они нам просчитали стоимость расходов по присмотру ухода. Из чего складывается стоимость? Прежде всего, конечно, питание – это 90% всех расходов на присмотр и уход. Питание складывается из норматива 10-дневного меню. И норматив существует утвержденный надзорными органами, прежде всего, Роспотребнадзором, где должны быть учтены калории, питание, качество. И оно у нас сегодня примерно выходит по городу, Чебоксары, 80 рублей, если ребенок посещает 12-часовой режим дня и 4 раза питается. Из этих расчетов следует, что за месяц родителям за питание, присмотр и уход придется платить порядка 2000 рублей, при условии, что ребенок будет посещать детский сад без пропусков. В силе останется компенсация части родительской платы за детский сад. 20% за первого ребенка, 50% за второго, 70% за третьего от общей суммы. В ближайшее время увеличится и размер единовременного денежного пособия при усыновлении ребенка. По данным Минобра-Республики, на данный момент в Чувашии живут 4,5 тысячи детей-сирот, из них 463 ребенка-инвалида. И что самое печальное, за последние два года ни один малыш-инвалид не был усыновлен гражданами нашей страны, тогда как иностранцы взяли в свою семью 18 детишек. В связи с этим, настоящим проектом закона Чувашии Республики предлагается увеличить единовременное денежное пособие на каждого усыновленного, удочеренного ребенка из числа детей-сирот до 375 тысяч рублей. Принятие закона потребует выделение дополнительных денег 2016 года, с которого как раз вступает право получения этого пособия, этой поддержки, единовременной поддержки. На заседании Кабинета министров также было принято постановление о повышении уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы с 1 июля этого года. Согласно результатам федерального статонаблюдения, за первое полугодие 2013 года, с учетом уже принятых решений, хочу проинформировать, средняя зарплата по указанным категориям составила по педагогическим работникам образовательных учреждений общего образования 21 816 рублей, рост по сравнению с 2012 годом 39,4%. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 16 850 рублей, рост почти на 64%. Педагогические работники учреждений доп. образования 16 531 рубль, рост 57,6%. Работники учреждений культуры 10 914 рублей, рост на 14,6%. Социальные работники 8 900 рублей, рост на 50%. Врачи 27 077 рублей, рост на 15,2%. Средний медперсонал 15 547 рублей, рост на 15,1%. Младший медперсонал 9 361,8 рублей, рост на 44,4%. При подготовке решений был уточнен прогноз размера средней зарплаты по Чувашии, который является основой данного расчета. За 9 месяцев этого года он составил более 19 тысяч рублей. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. О новом учебном сезоне подготовки школ и федеральном законе об образовании смотрите интервью с министром образования и молодежной политики Владимиром Ивановым в программе «Правительственная связь» сегодня в 20 часов. Сегодня днем на трассе М7 в Цивильском районе столкнулись две автомашины. Одна служебная ГИБДД. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два сотрудника дорожно-патрульной службы, а также водитель второго автомобиля. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте аварии работают следователи. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Около 11 часов 14 минут 28 августа текущего года на трассе М7 Москва-Уфа у деревни Игарвара Цивильского района произошло столкновение двух автомашин, в том числе служебного автомобиля ГИБДД. В результате ДТП погибли два находившихся в служебном автомобиле ГАИ, сотрудника дорожно-патрульной службы, а также водитель второго автомобиля. По данному факту Цивильским районным следственным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Сразу после получения сообщения о ДТП на место происшествия выехали следователи, которые произвели тщательный осмотр места происшествия. С целью установления всех обстоятельств назначены судебно-медицинские экспертизы, а также автотехническая экспертиза. Причины ДТП устанавливаются. Кроме того, принимаются меры к установлению, кто именно нарушил правила дорожного движения, повлекшие столь тяжкие последствия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Назначена автотехническая экспертиза. Также принимают меры к установлению, с какой скоростью двигались указанные автомобили. Устанавливаются иные причины ДТП. Чувашстат опубликовал данные об изменении средних цен на отдельные товары и продукты за неделю. Повысились цены на мыло бензин 95 марки. Снизились на автомобиле российской сборки, некоторую бытовую технику и моющие средства. Другие цифры в нашей таблице. За неделю больше всех повысили сцены на яйца. В среднем на процент стали дороже сахар, рис, масло подсолнечное. Водка, сосиски, рыба, сладости, молоко, хлеб и хлебобулочные изделия подорожали менее чем на процент. Больше всего снизили сцены на картофель и морковь. В среднем на 11%. Капуста и лук от 6 до 7%. Также подешевели яблоки, свинина, мука, соль, крупа, куры, сметана, макароны, творог. Повысилась плата за водоснабжение горячая на 5,7%. Не изменились тарифы на наблюдаемые виды услуг пассажирского транспорта. К другим новостям. В Чебоксарах археологи и краеведы начали поиски усыпальницы прабабушки первого царя из рода Романовых, Марии Шестовой. По данным историков, она была похоронена в Никольском монастыре, который располагался на месте современного сквера Константина Иванова. Раньше на этой территории располагался женский Никольский монастырь. Основал его царь Иван Грозный. Когда на престол поднялся Борис Годунов, многие противники правителя были сосланы в разные концы страны. Мария Шестова была отдана под следствие и приговорена к пострижению. Известно, что в Чебоксарском монастыре ее поселили в отдельной келье. Здесь прабабушка русского царя и скончалась. Долгое время ее могила находилась в склепе Никольского собора. Археологи сейчас пытаются обнаружить остатки каменного храма и усыпальницы. Историки говорят, что сто лет назад руководству Казанской губернии удалось превратить эту территорию в место для паломничества. В 1913 году, в год 300-летия дома Романовых, здесь в Чебоксары прибыла большая комиссия во главе с казанским губернатором. Были все высшие чины города Чебоксары в этой комиссии. И под ее руководством было вскрыто погребение Марии Шестовой, описано, составлен протокол и направлен Николаю II, который одобрил, признал. И с тех пор это место считалось местом паломничества. Храм был разрушен во время революции. Из его кирпичей даже были возведены жилые дома. Спустя век археологи и историки пытаются вернуть этому месту былую славу. На днях уже удалось раскопать кирпичи. По всей видимости, они были заложены в основании храма. Усыпальница располагалась неподалеку отсюда. Правда, пока на 100% неизвестно, что произошло с останками Марии Шестовой. Поддержки во время раскопок краеведы ждут и от жителей столицы. Уважаемые граждане, мы сейчас находимся в важном месте. Здесь ведутся археологические исследования. И они не совершились бы, если бы не архивы фотографов. До Второй мировой войны здесь проживало около 40 тысяч человек. И в семьях, в этих фамилиях, в семейных альбомах хранятся, может быть, очень интересные фотографии, которые помогут нам найти новые открытия. У меня просьба к вам. Приносите эти фотографии и просто приходите посмотреть на археологические исследования. Интернет сегодня универсальный источник информации и общения. Прежде всего, для молодежи и детей. Но здесь можно встретить не только полезные, но и угрожающие жизни и здоровью сведения. В целях защиты пользователей от запрещенной информации, в частности наркотиков, детской порнографии, способах суицида действует единый реестр запрещенных сайтов. Федеральная служба Роскомнадзор регулярно вносит в него адреса сайтов нарушителей. Все российские операторы связи, оказывающие услуги интернета, обязаны в течение суток закрыть доступ абонентов к этим информационным ресурсам. Ежедневно интернет-провайдерам Ростелеком Чувашия блокируется доступ к запрещенным информационным ресурсам посредством выгрузки списка запрещенных сайтов. Закон, ограничивающий доступ к запрещенным сайтам, действует с 1 ноября 2012 года. На сегодня в реестре содержится около 3000 записей. Из общего количества записей, указанных в едином реестре, 2496 записей относятся к сайтам, пропагандирующим наркоманию. 300, суицида и 135 указывают ссылку на ресурсы с детской порнографией. Пользователи сети сами могут выразить свою гражданскую позицию. В случае обнаружения в интернете информации, которая запрещена для распространения, они могут скопировать этот адрес сетевого ресурса, разместить его на сайте запрет-инфогов.ру, заполнить необходимые поля и направить сообщение. В случае признания уполномоченным органам информации запрещенной, в течение трех суток ресурс будет заблокирован. С 1 августа 2013 года также вступил в силу закон, защищающий авторские права на фильмы. Доступ к интернет-ресурсам, которые будут признаны судом пиратскими, провайдеры также будут обязаны закрыть. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика. Российскую сборную озолотили. В Чебоксарах подвели итоги международных соревнований по парашютному спорту. Наши спортсмены, прыгнув точнее всех и выполнив эффектные акробатические трюки, поднимались на пьедестал почета несколько раз. В борьбе с сильнейшими парашютными державами Россия не ударила в грязь лицом. Подсчитал награды Дмитрий Ковалев. Окрыленные теплым приемом и чувашскими танцами спортсмены из 19 стран настроились покорять пьедестал. Но некоторым сборным так и не удалось завоевать медали. Для российских же парашютистов домашний чемпионат закончился удачно. Видимо, помогла и примета. На соревнованиях они не зарекаются о победе. Просто о результатах до конца соревнований у нас не принято говорить и думать даже особо не принято. Ну, как бы надо думать о работе и о том, что будет дальше. Большой урожай наград собрали женщины. В общем зачете им удалось подняться на высшую ступень. Акробатические пируэты в воздухе лучше всех выполнили тоже россиянки. А Ольга Лепезина взяла второе золото за самые точные прыжки. Победу отпраздновала и мужская сборная. Парашютисты стали лучшими в общекомандном зачете. Россияне опередили своих главных соперников – французов и немцев. И женщины, и мужчины взяли Кубок мира. А одна из юниорок завоевала сразу три золотые медали. Это абсолютный лекорд чемпионата. Будущих рекордсменов парашютного спорта собираются растить и в Чувашии. Соревнования мирового уровня должны возродить традиции местной школы. Пример молодым подают и известные спортсмены. Чемпионка мира Майя Костина совершила 7 тысяч прыжков. Завоевала более 70 золотых медалей. На первенстве континентов она – почетный гость. Популяризация парашютного спорта в перспективе будет развиваться. И наши молодые люди, и девушки, и юноши, и девушки сегодня продемонстрировали, насколько они смелые, мужественные уже прыгают. У них желания появятся. Кто-то запишется в этот аэроклуб, кто-то хочет стать летчиком. Вернутся ли сильнейшие парашютисты мира в Чебоксары – пока неизвестно. По крайней мере, дирекция чемпионата организацию оценила на отлично. Возможно, что и Международная парашютная комиссия последует примеру Европейской Федерации Легкой Атлетики. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Евгений Анисимов. Республика. Проезд по проспекту Ивана Яковлева в Чебоксарах закроют на два дня. Всем транспортным средствам, кроме общественного, нельзя заезжать на кольцо с пересечением проспектов Яковлева и Девятой Пятилетки. Дорогу закроют сегодня с 22 часов и откроют в 5 утра 30 августа, сообщили в администрации города. Движение транспортных средств будет организовано по существующей улично-дорожной сети. На этом наш выпуск завершается, ну а я с вами не прощаюсь. Буквально через пару минут смотрите в нашем эфире программу «По существу». Сегодня в нашей студии человек, которому к камерам, да и вообще к любым съемочным аппаратам не привыкать. Это один из кураторов выставки «История фотографий». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова